Дорогие мои, ну что, мы продолжаем уроки по встрече. Мы начнем с самого-самого начала. То есть для того, чтобы растянуться, нам, естественно, нужно время, нужна цель. И нужно к себе относиться уважительно, относиться позитивно. Делать все потихоньку. Поэтому первое движение – это мы наклоняемся вперед и в складочку. Максимально вытягиваем позвоночник вперед и стараемся расслабить подколемные мышцы, заднюю поверхность бедра. И потянуться вперед, вперед. Немножечко так посидеть. И опустив конца головы, расслабиться горлость. И после этого мы начинаем уже, собственно, на путь нашей растяжки. Мы подтягиваем правую руку, направляем колено в сторону. Стопа находится возле колена. Другой милой. Обхватываем прямую руку руками и притягиваем сюда вниз. Отводите плечи назад, тянитесь вперед. Ну, чем дольше вы так сидите и стараетесь расслабляться, конечно же, тем лучше. Так. Делаем мы тоже самое все. Другой милой. Направляем колено в пол, в сторону, а сами наклоняемся вперед. Дальше вытягиваем с рукой, где можно. И наклонились к ноге. Хорошо. Хорошо. Как можно дольше. Приучитесь расслабляться. Дышите спокойно на выдохе, только на выдохе, когда тело свойственно расслабится, происходит, соответственно, растяжка. Вы не должны быть напряжены и ни в коем случае не делать вот таких вот резких движений. Делаем вдох глубокий и на выдохе расслабляемся глубже. Хорошо. Для начала вам хватит посидеть так, ну, секунду по тридцать с одной ноги, секунду по тридцать с другой. Далее. Мы подтягиваем обе ноги, стопы вместе, колени направлены в сторону, берем руки в замок, в такой ключик небольшой, одеваем на носки ног. И стараемся стопы притянуть к грудному отделу. Не к лбу, а к грудному отделу, то есть вытянуть спинку. И руками, мышцами рук, притянуть себя вниз. Да? Старайтесь максимально вытягивать спинку. Согнуться мы всегда успеем. А вот потянуться, нужно приложить небольшие усилия. Расслабляйте голову, потому что для излишнего напряжения мышц в шее, оно нам совершенно не нужно. Да? Ноги напрягаются и так. И, соответственно, также дышим спокойно, чувствуйте свои мышцы. Может быть, какие-то болезненные ощущения, естественно, но это не должно быть на грани кошмара или ужаса. Не это надо, но мне очень больно. Расслабляйтесь, у вас есть время. Никуда не торопимся. Все, придется время. Хорошо. Посидели так. И можем, можем немножко двигаться дальше. Мы отводим, допустим, правую ногу в сторону. Левую стопу приближаем ближе к себе. Держимся за нее. И наклоняемся к прямой мыши. Кто может удержаться за нее, кто может тянется рукой. И попрятим ее за голову. Левую стопу приближаем. Параллельная нога. Стараемся не сжиматься. Стараемся повытягивать ножки. И чувствуйте. Все чувства. Все, что вы ощущаете. Все ваши мысли. Ножда. И еще раз. Бабочки. Постарайтесь, хотя бы 20 раз, делать вот такое вот движение. Крылья бабочек. Это расслабляет мышцы таза, не напрягаясь. Очень легенько. Действительно, крылышки бабочек. И еще раз натянемся к ним вниз. И мы уже чувствуем, я знаю, эти ощущения, что уже какой-то микросдвиг произошел. Уже тело более податливо. Можно потянуться руками вперед. Теперь мы сделаем то же самое, только нога будет в другую сторону. Движение правую ногу отводим вперед, либо отводим назад. Согнутую ногу. И стараемся пупок направить на правую ногу. Руки вкладываем вперед. Притягиваем себя к ноге. И так лежим. Минуту мы так лежим, да? Самое главное, развернув живот на ногу. Лежим около минуты. Соответственно, то же самое мы делаем на другую ногу. Выпрямляем вперед влевую, правую отводим назад. Возвращаемся. Опускаемся. И лежим тоже так минуту. Для этого. Я не знаю, сколько с вами у этого воздней, но когда вы почувствуете, что уже можно, мы разворачиваем колено назад. И пробуем выпрямлять ногу, насколько это будет для вас возможно. Больше, меньше, да? То есть выпрямляем. Опускаемся в шпага. С каждым разом вот эта нога у вас будет более, 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 более распрямляться. Лежим так минуту. То же самое делаем на левую ногу. Вы улеглись. И старайтесь ее выпрямить. Выпрямить. Уложить в левую ногу. Хорошо. Дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!